Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то станешь миллионером. Здарова, гангстеры! На связи Лёха, такси на ваших глазах. Мой личный автопарк стоимостью, наверное, скорее всего, 1 миллиард рублей. Мы с вами в этой серии посмотрим все тачки, которые у меня есть в распоряжении. И все, каждая машина эксклюзивная, либо очень дорогая. И на самом деле, я хочу посчитать, сколько же действительно стоят мои машины. И мы с вами каждую сейчас посмотрим и посчитаем. Ребята, я думаю, что, скорее всего, здесь точно выйдет миллиард рублей. Короче, и я вот думаю, какая будет первая машина, с которой мы начнем, пацаны. Какая же будет машина? Давайте начнем с конца, потому что так даже, наверное, интереснее. Это у нас Bugatti Chiron, которую, кстати, совсем недавно я выменивал на другую тачку. И, в общем-то, я вернул себе ее обратно. Я ее выкупил. Почему я ее выкупил? Потому что это единственная Bugatti Chiron на сервере, которая сделана вот таким вот образом. И это была целая серия о том, как я делаю Bugatti Chiron в оперстайл. У меня получилась вот такая тачка. Но почему я ее вернул? Потому что это единственная машина, которая уже на протяжении двух или трех лет, скорее, всего. Как только она появилась, она у меня была и не пропадала. Все остальные тачки у меня утекали очень быстро. Я их продавал в ГОС, я их продавал на рынке. Но именно эту Bugatti я никогда почему-то не продавал и считал ее самой основной, самой своей главной машиной. Потому что она едет быстро, она едет классно. И поэтому, пацаны, тачку я себе эту вернул. Потому что без нее вообще житья себе, не знаю, пацаны, она черная, она неприметная. Она быстрая, она быстро, в общем-то, уезжает от любых недоброжелателей. Я просто выезжаю в город и тебе покажу, как она ездит, ебать. Ой, братишка, тебе не повезло. С твоим другом попался мне под колеса, потому что я на Bugatti Chiron сейчас рассчитываю стоимость своих самых дорогих тачек. Короче, пацаны, как ты видишь? А как ты видишь, блин? А как ты видишь, блядь? Нормально ты видишь или нет, в общем-то? Напиши мне в комментариях, нормально ты видишь или нет. Я подумаю над тем, какую из сегодняшних тачек разыграть. Скорее всего, будет Rolls Royce Kallen, поэтому тебе нужно будет написать никнейм на родмире и сервер, на котором ты играешь. Я разыграю сегодня Rolls Royce Kallen, действительно, прямо сейчас мы поедем и посмотрим, что же это за такой Rolls Royce Kallen, потому что вот Bugatti, это Bugatti, что ее показывать, пацаны? Блин, все, кто играет, уже знают, что такое Bugatti. Любой хотя бы раз, но он пытался ее купить себе, так скажем, либо заработать на нее, либо взять, короче. Вот там, кстати, фура у меня вдали, я не стал ее показывать. Ну что, фуру, блядь, насколько там? Не знаю. Давайте откроем калькулятор и сразу Bugatti Chiron 50 миллионов себе посчитаем. 50 миллионов действительно стоит такая машина. И это дохрена. Тачка своих денег стоит 100%. Вот есть Rolls Royce Kallen, но, скорее всего, это самая дешевая машина, помимо фуры, которая, в общем-то, имеется в моем распоряжении, в моем инвентаре, в моем личном автопарке. Пацаны, я хочу сказать вам что. У меня были, в общем-то, две еще интересных машины. Это ZIL и это GAS M1. Их, к сожалению, нету, потому что я обменял их на другие машины, на которые, вы, в общем-то, знаете, на которые я поменял. Это были два Mercedes двухдверных. Я их покажу, кто не знает. Ладно, Rolls Royce Kallen, Carpass покажу. Кстати, Carpass надо показывать, так будет интересней. Carpass 322. Вот такой вот у меня айдишник. Я открываю Rolls Royce Kallen, ну смотри. Действительно, моя машина, я ничего не придумал. 35 миллионов стоит, 35 и считаем, пацаны. Тачка, на самом деле, интересная. Я ее купил совсем недавно. Можно сказать, полгода, возможно, она у меня есть точно. И я ее почему-то не продавал. Другие тачки я продавал, сливал, а эту не продавал. Не знаю зачем, хотя я, на самом деле, на ней не ездил вообще практически с того момента, как купил, заснял ролик. Покатался еще пару дней и вообще забил на нее хрен. Я реально не катался совершенно. Поэтому плюс 35 миллионов мы сразу считываем. Уже 85 миллионов стоимость нашего автопарка. Я только две машины посмотрел. Вот. Ну, фуру посчитаем потом, 7 миллионов она там стоит. Короче, тачка интересная, веселая, но, блин, и больше о ней нечего сказать. Она без номеров у меня уже давно, потому что, как ты понимаешь, я на ней не езжу. Номера я снял с нее. Вот. Она у меня просто в инвентаре, и поэтому, раз она мне не нужна, я подумал, почему бы ее не отдать вам, ребята. Поэтому пишите свои комментарии со своими никнеймами и сервоками, на которых вы играете. То есть, допустим, я, Юра Яковлев, играю на третьем сервере. И если что, я попрошу админов, если вдруг ты выиграешь, отдать тебе на третьем сервере эту тачку. Не делать так, чтобы там мои верты передавали, а действительно ты получишь именно тачку. Будет интересно, короче, разыграть эту машину. Поэтому, пацаны, участвуйте в розыгрыше прямо сейчас. Ну, а мы посмотрели вторую машину всего лишь из моего списка. У меня их 10, я сейчас покажу еще другие, пацаны. Так, они не здесь стоят. Я, ебать, перепутал конкретно, подожди. Я конкретно перепутал. Ну, а следующая машина, ребята, я даже не знаю, как ее считать правильно. Смотри, то есть, Rolls-Royce мы посмотрели, Bugatti посмотрели, самые скучные машины из моего списка мы посмотрели. Дальше идут самые редкие, самые эксклюзивные, ради которых мне пишут, строчат, просто ребята готовы купить за бешеные деньги. Вот за монстра мне предлагали 300 миллионов. Справедливо ли будет считать, что я сейчас посчитаю его госстоимость как 300 миллионов? Я думаю, справедливо. Единственная машина, не то что на втором сервере, на всем Радмире в распоряжении, вот монстры у меня действительно есть. Это единственный экземпляр, пацаны, единственный. Вот все 12-13 серверов, сколько их там? Нет ни на одном, только на втором сервере и только у меня. Поэтому я думаю, справедливо посчитать будет эту тачку как 300 миллионов стоимости. Я посчитаю, потому что мне предлагали и я отказался. То есть, я, возможно, даже захотел бы больше за эту машину. Наверное, 500 миллионов, я не знаю. И по-любому я сейчас схожу с 500 миллионов, пацаны. Чекайте, найдется человек, который мне завтра или сегодня уже начнет строчить продай за 500. У меня есть 500, я хочу забрать. Но я не отдам, пацаны. Знаете, не отдам ни за что вообще, ни при каких условиях я эту машину никому не отдам. Потому что, ну как ты понимаешь, смотри, вот менты стояли, прессовали вот этих тех ребят, которых я, кстати, и врезался. Но быстро, в общем-то, внимание от них перекликается. Давайте зайдем покушаем буквально, да? Оставим вот здесь монстр и посмотрим, вот я выйду, будет ли здесь народ около него толпиться или не будет. Мне просто интересно. Мне нужно покушать, потому что пока мы делаем обзор, мы, скорее всего, пацаны, просто проголодаемся и сдохнем от голода. Я этого не хочу. Ну, короче, вот такой вот у меня монстр. Как ты понимаешь, десерты, горячие блюда даже есть. Ничего себе, королевский обед, пацаны. Вот это вот, вот эта тема. Человек, который приехал на монстре, должен кушать только королевские обеды, понимаешь? Вот. Никакие другие обеды нельзя кушать человеку, который приехал на монстре. 300 миллионов государственная стоимость, я так предполагаю, могла бы быть у этой машины. Короче, как ты понимаешь, вообще, тачка классная. Ну, еще самая веселая, в ней, знаешь что? Сейчас я тебе покажу. Это не все. Это не все, что я могу сказать об этой машине. Смотри. Я могу вот так вот ее завести. Образно. И какую-нибудь машину на перекрестке. Ну, там, блин, там рпшка происходит, там будет некрасиво. Хотя, подожди. Во, 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 вон машины стоят. Смотри, я просто подъезжаю и делаю вот так. И она переворачивается. Как ты помнишь? Это что, сноуборд? А почему сноуборды все еще на сервере? Не понял. Ну, я не привлек ни лишнего внимания. И на этом спасибо, короче, как бы. Монстр 300 миллионов. Погнали следующую тачку посмотрим. Потому что это, как ты понимаешь, просто убийца. Автомобильных дорог. Это страх. Это гроза района. Это просто, ну, колоссальный пиздец. Я других слов не подберу. Ради этой машины многие готовы отдать большие деньги. Следующая машина. Это у нас BMW 850. ЦЛС. Или как она там вообще называется? Подожди. Как она называется? А, а. ЦСА. ЦЛС. Ну, я чуть перепутал конкретно. А вообще парку Мерседеса назвал. Чем интересна эта машина? Она не продается. Она падает с контейнеров, с кейсов. Либо кто успел, тот купил. В общем-то, эту машину я забрал. Сейчас я тебе скажу государственную стоимость. Я уже не помню цену, за которую я забрал. Но это было точно больше 10 миллионов я за нее отдал. Карпас 322. Смотри, мы открываем карпас и смотрим. Да, 10 миллионов государственная стоимость. Я ее забрал, скорее всего, за 20 миллионов. Я уже просто не помню. То есть плюс 20 миллионов мы прибавляем сразу к нашей стоимости. Итого уже 405 миллионов стоимость только 4 тачек, которых я показал. Кстати, карпас на монстра я не показал, пацаны, забыл. Карпас на монстра нужно показать. Карпас на монстра я покажу 100%. Садимся в машину Лок-1 Монстр Где у нас? Он называется даже Монстр То есть есть тачки эксклюзивные Которые не называются У меня как должны были бы называться Смотри Я открываю карпас Лок-1 карпас Смотри Монстр Алексей Такс Модель 556 Износ 1% Пробег всего 200 Просто целка нулевка Цвет 1.1 Государственная стоимость 0 Ну нельзя ее взять и вот так вот и продать Это надо нотариус Это надо обмен Короче Эта машина очень странная Сама по себе Почему государственная стоимость у нее 0 Я не знаю Но у меня еще есть 3 таких машины Как минимум У которой государственная стоимость 0 Короче Давай прыгнем в Бэху Недавно я на нее делал видео Поэтому мы просто буквально Кружок прокатимся В принципе показывать здесь Я не думаю что есть смысл вам Потому что Многие из вас видели эту машину Те кто не видел Посмотрите видео Будет интересно Ну короче Что у нее В чем эксклюзивность В том что она не продается Таких тачек может быть много То есть она не такая редко 20 миллионов всего То есть это самое дешевое возможно даже Rolls Royce 35 Да А это 10 государственная Мы посчитали Вот Ну мы 20 посчитали Потому что я за нее отдал 20 За нее предлагаю 20 У нее выезжают фары Выдвигаются У нее действительно Просто нажимаешь на левую кнопку мыши Помимо того что фары включаются Они еще и выезжают Это очень офигенно Детализация Проработка этой машины Конечно Стоит своих денег Едет она не особо быстро Но зато как стиль Который она дает Это просто пушка Своих денег стоит Потому что я вот сделал ее Не напрягаясь Тонировку в цвет Какой-то вообще непонятный сделал Саму машину покрасил в яркий Поставил вот такие диски Смотри как эта сука смотрится Эта машина действительно смотрится Что бы ты на нее не навесил Скорее всего Она будет всегда смотреться Редко так Когда машина смотрится Вот допустим На нее даже если штамповки Поставить вот как здесь Она будет смотреться А вот на Бугате не смотрится Ладно Следующая машина Ты спрашиваешь Какого хрена здесь стоит такси Многие опять же таки Видели видео Где я купил в личное пользование Машину такси Она действительно называется такси И я прямо сейчас в нее прыгну И покажу тебе карпас Я уже снял с нее стейджи Но продавать ее Скорее всего не хочу И не буду Посмотрим Потому что тачка все равно Эксклюзивно редко У нее 0 рублей Государственная стоимость Ну у всех таких тачек Которые не продаются В общем то В автосалоне Не прописана Государственная стоимость Это логично Но они есть на сервере Они существуют Они находятся у кого-то В распоряжении Вот допустим у меня Тут даже есть госномер Которого не видно То есть он висит Но его не видно Интересно Состояние масла Ну здесь это не интересно Короче как ты видишь Тачка моя Я ее не поставил Здесь не пригнал Какой-то бомж Это действительно моя машина Ну блин она затонирована Вот внутри просто Желтая тонировочка И мы по кайфу И это обычный форт Короче Ничего интересного Фокус обычный То есть она у нас занижена Она у нас на стенсе Подожди Она на эспанели Или Скорее всего На спиленных пружинах Да То есть я на аж нажимаю Она приподнимается Я допустим Подъезжаю куда-нибудь На стилек Вот так вот На какой-нибудь флет Паркуюсь Опускаю Вот так вот Просто Да Просто до безобразия Опускаю пацаны Охренительная машина Тем что В общем-то В распоряжении Иметь свое такси Которое ты в любой момент Можешь открыть и поехать Пранковать бомжей И нубов Которые только что Только что вот просто Заспаунились Это просто веселуха пацаны Мне нравится Я действительно приезжаю На этой машине Надо правда Тонировку было Другую сделать Черную хотя бы Внимание привлекает О Подъехал чувак какой-то Заинтересовался моими машинами Здесь просто выставка Происходит Раритетных машин Добро пожаловать Как говорится Короче Вот такая такси Государственная стоимость Этой машины Слушай Я вот не знаю Справедливо Сколько ее посчитать Наверное Скорее всего 40 миллионов Не больше Да Я посчитаю за нее 40 миллионов Потому что Мне предлагали за нее Да Мне предлагали даже 50 Но давай я уже сказал 40 Поэтому посчитаем 40 Мне за нее 50 предлагали Да Я помню Точнее Там предлагали мне 30 миллионов И машина у которой Госко 20 Ну то есть это плюс-минус Реально 40 и получается Не суть важно Ладно Первый ряд машин мы закончили Я так понимаю Да Пошел второй ряд Ну пацан просто смотрит У нас стоит вот здесь Доджик интересный Доджик Я не помню что продавался А должен продаваться Ролик Естественно ролик Блин Е-мое Что-то просто так играю Просто так машинки расставил И сажусь В каждую из них Вот у него Форд Мустанка У меня додж Чарджер Пацаны Просто охренительная машина Она действительно выглядит Интересной И какой-то парень Меня просто докучает Действительно Он говорит Продай Продай Леха Отдай машину Отдай мне эту драную тачку Я готов у тебя купить ее И мне предлагали за нее 100 миллионов Насколько я помню Подожди Карпас чекну Я чтоб не напиздеть Лучше чекну Карпас Все таки Но скорее всего Это ничего не повлияет Да у нее Нету государственной стоимости Она не продается Совершенно Ни в каком магазине Я не знаю Что это за машина И почему она так вообще устроена Почему Я не знаю Смотри На нее весится тонировка По идее Хотя я не повесил Что ли тонировку на нее Короче Что самое интересное Как определить тачку Которая действительно Есть на серваке И которой нету Смотри Вот есть монстр Он один единственный На нем нету Номерных рамок Совершенно То есть это тачки Сан-Андрески И как ты видишь Номера Сан-Андрески Сан-Фьера Все дела Но вот у этой машины Есть номерные рамки Редмира Это означает что моделеры Это означает что админы Конкретно добавляли Эту машину Конкретно было ТЗ по ней Ну то есть конкретно Они хотели ее добавить в игру Но ее нету в игре Не продается И нет государственной стоимости Короче тачка забыта Админами Не знаю Ковалевским лично Я не знаю кем она забыта Но она забыта И она есть Я не знаю скольки игроков У меня вот она есть На нее действительно идет охота Машина интересная Просто потому что Она такая раритетная Редкая И просто стильная Какой-то Влад Привет мне передаю Здорово Влад Ну смотри Она едет Что самое важное То есть тачка Которая выглядит как кловер Вонючий Да блин Он просто блять обоссанный Который должен стоить 30 тысяч рублей Она едет почти 200 Это охренительная машина И скорее всего Я посчитаю ее стоимость Наверное даже Нет давай 100 Я сказал 100 Давай 100 и посчитаем Я как бы от балды беру цену Но я знаю что точно Что за 100 готовы купить Если я скажу 200 Если я скажу Железобетона продаю И ее купят за 200 Но я буду считать 100 Потому что это было Последнее предложение Которое мне поступало В смс Мне говорили 100 миллионов Забираю додж Вот Сначала предлагали 50-40 Я совершенно посмеялся Такой ценой Ну потому что Ну блять Это просто Бугатти Чарон Поменять на такую машину Которая Блин У нее даже ГОСКи нет Ну на нее Весятся номера Она полностью рабочая То есть она в теории Может появиться В каком-то из следующих Обновлений Если они вспомнят Но пока Она не появилась В следующих обновлениях Она уже есть у меня Понимаешь В чем ее эксклюзивность То есть когда она Появится в обновлении Или появится в автосалонах И будет стоить Там несколько миллионов Всего То все Плакали мои 100 миллионов Плакали мои Блять Тинькофф инвестиции В общем-то И все На этом Дальше у нас Идут 4 Просто охранительных Моих любимых машины Две из них Я поменял На другие В общем-то Я поменял Советский автопром То есть Зил и ГАЗ М1 Которые к сожалению Я не могу уже показать Вот Но я думаю Вы видели эти машины Я их поменял Вот на таких Два Мерседеса Один в общем-то С 60-х годов Другой у нас Ну годов восьмых Да 2008-го То есть это просто Я не знаю Как это описать Это просто ебейшая классика Ну и самая интересная машина В моем распоряжении Это ВАЗ Милиция Которая называется Почему-то Бэха Полицейская Это просто легенда Которую я ни за что не продам Но Карпас На нее я покажу В любом случае Карпас ВАЗ Милиция Тоже Государственная стоимость Ноль Пробег уже у нас 10 тысяч То есть вы понимаете Это одна из самых Ездовых машин В моем инвентаре Этот пробег Который я намотал сам Либо У меня украли эту машину Скорее всего Бомжи и мотали на ней Просто весь день Ну и короче Немного машин На которых действительно Такой большой пробег Как по мне У меня реально мало машин У которых пробег Сохранился вот на таком вот уровне Я успеваю раньше Продать тачки Но эту машину Я ни за что не продам Потому что Ебейший эксклюзив Ебейшее внимание К себе привлекает машина Просто охренительная Это просто фейк Полиция Это какой-то блат Я не знаю Кар Я не знаю как это назвать Действительно Но на самом деле Она едет Она дрифтит Она идеальна Она не быстро Она не медленная Она просто идеальна Действительно Это просто полицейская тачка С тонировкой То есть меня не сильно узнают Меня не сильно докучают на ней Ну как сказать Здесь во-первых Торчит вот эта труба Воздухозаборники Вот эти все истории Вот эти Они конечно привлекают внимание Но блин Но все равно Это полицейская бэха Которая уже давно вам известна Я не помню Сколько она у меня Года полтора точно Скорее всего Она у меня есть в инвентаре Я не помню Была зима Когда я ее купил И я скорее всего Уверен что эта зима была Девятнадцатого года Вот А не двадцатого То есть я не помню Действительно Надо посмотреть на канале Когда я купил эту тачку Короче она у меня давным-давно И я ее не отдам ни за что Но Я точно знаю Что двести миллионов Эта машина будет стоить Я прям уверен на все Сто процентов Потому что мне поступали Предложения за двести пятьдесят И я уже был готов Продать за двести Я помню Как я стоял с человеком Уже в банке И в последний момент Передумал Тридцать секунд Рискар Ёб твою душу мать Ёб твою душу мать Ребята Я не смогу занять все машины Ну ладно Появиться здесь по-хорошему Неважно Садимся пока вот в эту тачку Это очень охрененная машина Где она у нас Где она у нас Ну ёпцы Я не могу ее найти Почему я не могу ее найти У меня тупняк начался СЛР Макларен Вот он 300 СЛ Все садимся 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 15 секунд Рискар Короче БМВ Двести миллионов Сразу посчитаем Плюс Двести О Приехали менты Сразу на мою ментовскую машину Не Я подергал Сейчас Либо они будут этого чела ловить Либо меня Я подергал отсюда Все тачки у нас здесь Все хорошо Следующая машина Мерседес Которая точно стоит 100 миллионов Государственной стоимости Смотри Я тебе показываю Карпас на нее 322 Вот Где у нас Вот он 300 СЛ 100 миллионов Государственной стоимости Я посчитал 200 за прошлую машину За эту мы точно 100 считаем Но на самом деле Ее продают за 80 Но государственная стоимость Мы посчитаем государственную Потому что Плюс-минус все таки Да У нас уже 845 миллионов И скорее всего Действительно тачки будут стоить 1 миллиард Блять Я такой болван У меня просто Миллиард в машинах Что за инвестиции У меня пацаны Я не понимаю Короче Я ее недавно Совсем обозревал То есть Скорее всего Большинство из вас Видели эту машину Знают они многое Хотя С другой стороны Наверное Все таки следует рассказать Почему Эта машина у меня Потому что Она падает с контейнеров Она желанна Всеми Лудоманами Этого Игрового проекта Даже не сервера Потому что Все лудоманы Радмира Мечтают о 300 СЛ Ни о какой другой машине Почему-то люди не мечтают То есть Мечта любого лудомана А лудоман Это у нас человек Который любит играть в казино Открывать Сраные контейнеры Донатить на всякие Сраные кейсы Это лудоманы Вот пацаны И вот Такие люди Они любят эту машину Просто превозношают До небес До каких-то Небывалых Я не знаю почему Просто потому что Она редкая И она только падает С контейнеров Ее нельзя купить И достать Другим иным Другим способом Только прийти на контейнеры В Порт Ведова Только задонатить 12,5 миллионов На в общем-то Контейнер дубайский И попытаться Ее оттуда выбить Тогда да Она может оттуда выпасть Других способов Ее получить нету Поэтому она вот такая вот Имеет лудоманскую Так скажем Историю И все ее мечтают В себе взять Едет она в плюс-минус Хорошо И это все Что им можно о ней сказать Просто такой вот Эксклюзивчик Который подбросили Прям в ментов Вот же чувак Валять Просто не ценят Такие музейные экспонаты Таких на серваке Не знаю штук Наверное Ну 10-то ездит Может больше Я не знаю Так Следующая машина Которую я должен вам показать Это конечно же SLR Мать его McLaren Смотри Я просто открываю тачку Это вот просто сейчас Моя любимая машина Я не знаю почему Потому что Наверное она едет быстро Во-первых На нее нужно повесить Обратно стейджи Я недавно снимал Чтоб серию нормально заснять Бабок не хватало На контейнеры На которые в общем-то В последней серии у меня вышли Я снял с этой машины стейджи Ну и без стейджи Она Быстрее Бугати По моим ощущениям Я не знаю почему Но тачка действительно Быстрее Бугати Вот Надо показать на нее Карпас естественным образом Карпас я показываю 322 Я открываю Карпасик SLR McLaren У нее государственная стоимость 30 миллионов Но Ни хрена не столько Потому что отдал я за нее 80 миллионов И стоимость мне Этой машины обошлась 80 ровно миллионов Да Как раз таки на эту машину Я и менял Свою Бугати Которую потом выкупил обратно Понимаете То есть я отдал Бугати Потом подумал Блин ну лучше я отдам бабки Чем отдам свою Бугати Которую мне давным-давно Но в общем и теперь у меня и Бугати И вот такой SLR McLaren И я их еще могу сравнить Заодно показать Но я не думаю Что будет это интересно Сейчас Бугати снова открывать Короче пацаны Как ты видишь Она просто Она охренительная всем Она выглядит стильненько Так интересненько У нее капот Смотри я сейчас открою капот Как капот открывается просто Муах Пушка бля Внутри просто от формулы 1 мотор Охренительная просто тачка Мне нравится Салон конечно не самый лучший Но машина Сами понимаете Ей уже 15 лет плюс-минус По дизайну Поэтому она такая вот Но это Просто ебейшая коллаборация Это же McLaren и Mercedes Это две марки автомобилей То есть нет таких машин На серваке Которые были бы в коллаборации В принципе в мире таких машин Немного Понимаете Они до хрена стоят Это очень редкая машина Сама по себе С историей С Не знаю Со стилем С пониманием Короче со всем прочим Короче ладно пацаны Последняя машина из моего автопарка И скорее всего Вот эта вот машина Смотри Чтобы добить ровно миллиард Смотри В моем калькуляторе сейчас Так она у меня называется Тойота Каври кстати Сейчас смотрим У меня 925 миллионов То есть За 75 В теории Весту с мигалками Я могу продать Если на ней будет стейдж Вот эти номера Я ее продам за 75 Скорее всего ровно Итого Ровно все машины Которые я вам показал Стоят 1 миллиард То есть еще там у нас Плавает фура сзади Как ты видишь Ну она там стоит 7 миллионов Миллиарда 7 миллионов получается Вот Короче Вот такой вот у меня автопарк Что об этой машине сказать Сейчас покажу Карпас Карпас 322 пацаны Это просто Я не знаю Почему она называется Камри Как она вообще называется Камри Непонятно Модель у нее 597 Я не знаю кому-то Что дает пробег 228 Камри Ну все понятно То есть да Номерамент Износ небольшой Короче Тачка на самом деле Не меньше Как я ее и сделал Это просто пушка Диски BMW Ну то есть максимальный колхоз Ну этим-то она его возит В этом-то ее весь прикол Это Vesta Она не ДПСовская Она просто ППСовская То есть у нее Как ты видишь Мигалки синие Нету красной мигалки Нету красного Проблескового маячка Который бы Приказывал остановиться По правой стороне дороги В общем-то Если ты не знал Что означает красная мигалка Что означает синяя Синяя означает Дать дорогу Красная означает Остановиться Вот Раз нету красной мигалки Значит соответственно Приказывать остановиться На этой машине Я в теории не могу Ну на сероке Всем похуй Ну так грубо даже скажу На самом деле потому что Если люди видят мента Они останавливаются Ну плюс-минус Не все Ну ладно Короче я Закончу наверное у ментовки На этой машине Что логично Но В некотором случае Менты могут меня спокойно Принимать за своего И не думать Что что-то происходит не то То есть видишь Я заехал спокойно Он стоит все еще на посту Хотя если бомжи забегают Он за ними побежит Короче пацаны Вот такой вот мой автопарк За 1 миллиард рублей Я вам показал Серия подходит к концу Обзор моих тачек Подошел к концу Ставьте лайки Участвуйте в розыгрыше Роллс Рой с Калином Который я отдам Если вы находитесь На любом из серверов До скорой встречи Пока